Тяжело в учении и легко в бою. Эту фразу слышали наши конкурсанты неоднократно от членов жюри. Вы, вероятно, знаете, кому принадлежит это крылатое выражение. Конечно же, Суворову. Именно Суворов основательно наследил в том городе, в котором мы с вами сейчас находимся. Это город Кобрин. И, кстати, по легенде, именно в этом озере лично сам Суворов имел честь купаться. Жаль, что шоу «Пающие города» снимают осенью, а так бы и мы тоже могли. Хотя... Сколько чудесных мыслей пришло в голову Суворова, может быть, прямо в этом парке. Где пройдет олень, там пройдет и солдат. Сам погибай, товарища, выручай. Скорость нужна, поспешность вредна. Тяжело в учении и легко в бою. Это я уже читал. Тяжело в учении и легко в работе. Как говорят, где пройдет Анна Бонн, там пройдет и Джеймс Бонн. И потом сам погибай, а вот его выручай. Какие-то странные сетаты в голову лезут. Айда Вика, айда голосистая. Вика, для того, чтобы, например, сегодняшнее выступление было бы еще более удачным, как-то подчеркивай лицом, о чем ты поешь, переживая песню. Я родом с этих земель, поэтому очень захотелось приехать сюда и посмотреть, насколько здесь поющие ребята. И чему я, кстати, очень удивлен. В общем-то, могу сказать, что каждый третий или четвертый действительно поющий человек. Открываем сердце для того, кому не важно. И в чужие отверстии постучаться, когда страшно. Вот теперь я вас окончательно вспомнил. Андрей, по предыдущему кастингу с прошлого года могу сказать одно, что вы меня опять порадовали. Спасибо. Спасибо вам. Песня знаменитая Беловежская пуща. Нет, я ее знаю, но слова же все так не вспомнили. Ну, хоть что-то напойте нам, и мы как-то послушаем ваш вокал. Одинокая, далекая моя, красно-девица ждет, надеется. Одинокая, далекая моя. Это не Беловежская пуща? Ну, так и мы... Но, вы знаете, за импровизацию вам 5 баллов. Я желаю вам успехов, у вас все получится. Гнули ветры сильные, не могли сломать. И морозы лютые не могли скопать. Что меня подкупило, что вы эту песню не только спели, но и сыграли. А, кстати, именно это вот у меня впереди. Именно это я и хотел отметить, потому что действительно она была в образе. Кстати говоря, в данной ситуации это тебе помогало петь, действительно. А еще ты очень красивая девушка, кстати. А вот это я хотел сказать. Я знаю свои недочеты, которые я должна не доработать. Где-то чуть смелее быть, где-то скованность может присутствует. Может, в плане вокала где-то что-то нужно доработать. Я всю ночь не спала мне, мне так хотелось закричать. Слушай, ну ты прям звоночек такой, вот такой яркий тембр у тебя. Правда, тонализ, наверное, чуть высоковат тебе это все-таки, правда? Нет, как бы я... Хотя драматургии, конечно, это добавляет, когда твой голосок немножечко прыгает по нотке там наверху. Спасибо. Ну как-то так. Мы только вражь вошли. Тут уже продумывали комбинации хореографии. Спасибо. Живот втянуть. Опираем голос на диафрагму и берем какую-нибудь крепкую ноту, повисаем на ней, добавляем немножечко вибрато и получаем... Симпатичненько. Как зовут? Марина. Ну я тебе поверил, Марин. Ты понимаешь, что петь это не значит кричать. Спасибо. Легко ли нас ценить интеллигентному человеку? Я думаю, да. Ну а есть ли у вас вот эта вот наглость, как говорят, творческая такая вот, знаете, вот... Есть. Сочетается интеллигентность и наглость. И харизма. И харизма, да. Можно даже сказать не наглость, а просто вот харизма, на самом деле, творческий как бы подход. Волки ночей мою веру не сломали, тяни от фонарей сливаются с домами. You don't saw me, you didn't need me anymore. Хотел бы оценить вот наряд. Машенька очень впечатляет. Подготовилась. Вот подготовилась же. Пришла вот в наряде вот в таком красивом шляпка. По поводу вокала немножко хотелось чуть-чуть игры и немножко помадерничать. Если говорить о такой регулярной ошибке, это не работа со зрителем. Кто-то все время смотрит в потолок, ну это каждый второй там буквально. Нет общения. То есть петь самому себе, ну, можно, но нельзя ни в коем случае. Петь нужно для кого-то. Тили-тили. Тролевали. Это мы не проходили. Это нам не задавали. Парам-пам-пам. Продолжайте. Приду по жизни, бродяга. Ты от беды меня, любимая, укрой. Например, тебе бы сказали сейчас. Ты годишься, мы тебя забираем в Минск и делаем какой-то новый проект, придумаем тебе псевдоним. В общем, все работают с тобой. Ты бы обрадовался этому факту? Ну, смотря с какой стороны на это посмотреть. А, то есть, а это уже расшифровываю, ну смотря сколько заплатят. Буду ли я строгим? Ну, я думаю, что в меру да. Потому что такое явное понебратство, оно ведет к тому, что кто-то из участников может сказать, слушай, ну реально я не хочу этого делать, мне кажется, это неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, но все-таки, если уже я буду назначен руководителем проекта, и все-таки это будет моя команда, то скорее все-таки мое слово должно быть последним. Я бы улетел к облакам, до крыльев тни. Буквально припевчей какой-нибудь песне покажи верхний регистр. Таркан. Это которая, ну вот это, да? Да-да-да-да-да. Так. Ну ты же понимаешь, что в жюри не девушки сидят. Не эсэр, не хасар, калдуй на наш кунда, не арар, не сорар, не фывазисо за лумяр. It's my life, it's now or never, и I ain't gonna live forever. А вы народным вокалом не занимались? Просто вот что-то как-то мне прослушалось вот уже ближе к кульминации, что... Это немножко нервное. А, это нервное? Тянет сразу к корням. Нервный кастинг сегодня. Анна задает вопросы. Если ответ правильный, значит тишина. Если неправильный, будет вот такой сигнал. Прошу, первый вопрос. Вас когда-нибудь сравнивали с героиней прекрасного фильма «Морозка»? Нет. Жюри к вам было придирчиво? Нет. То есть даже немножко улыбались. А что сегодня с нашим жюри происходит вообще? Да. Никого не критикуют, не обижают, ничего, да? Ну потому что очень достаточно сильные вокалисты поют. Дорогие кобринчане и жители Кобринщины, я Тео, и я надеюсь, что наша команда, ребята, которые попали в нашу команду, достойно представят этот регион в конкурсе «Поющие города-2». Держите за нашу команду кулаки, мы вас не подкачаем и докажем, что Кобринщина одна из самых поющих, одна из самых талантливых земель Беларуси. «Виталий, уже 12 часов ночи, это когда-нибудь закончится?» «Ты знаешь, когда-нибудь обязательно закончится, но мы будем сидеть до победного конца». «Почему?» «Потому что мы же не можем обижать кого-то своим невниманием. Посмотри, какие таланты. А ведь завтра их будет еще больше, потому что завтра мы едем в Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова